Уникальные новинки для Беларусьнафты. Автопарк предприемства сегодня пополнился автокранами грузоподимальностью 32 тонны. Новая модель в творчестве Минского автомобильного завода представлена в Першиню. Учим я ее особливости, доведуся Дмитрий Котов. Супрационисто помеж компанией Беларусьнафта и предприемства МАЗ ожитивляется на протягу 11-ти годов. Зараз на балансе нафтовиков 39 автокранов. Техника завсёд запотребованная. И она выкористовывается в будовнестве объектов нафтоздобычи. Извычайно у самых тяжко доступных местах. Наприклад, на болотистой мясовости. За час эксплуатации техника МАЗа вельми добро собезрекомендовала. Один из основных партнёров задоволены. Наракания в повыниках шмотгодового супрациониста не возникало. Зарекомендовали неплохо. Начинали, конечно, мы сотрудничество. Когда получали первые краны, выезжали на завод. То есть смотрели сами. Мы сотрудничаем плотно, потому что есть и пожелания нас, как потребителей. Завод уходит, допустим, на производство пластмассовых роликов. Но мы хотим металлические, которые. Поэтому тут реагирует хорошо завод. Автопарк «Беларусь-Нафты» пополнился трыма автокранами. Один – грузоподымальностью 25 тонн и два – 32 тонн. А пошня модель представлена с пожилцаму першыню. Новинка уникальная. Я ее называют прорывом на рынку спецтехники. МАЗ распрацавал и выпустил первый автокран с коловой формулой 6х6, якому не потребуется специальный дозвол для езды по дорогах агульного корыстания. Это основное отразление от замежных аналогов. Конструкторам МАЗа удалось створить полегшенное шасси, и таким чином новая модель не будет наносить шкоду дорожному покрытию. Нам очень важно именно данное сотрудничество, потому что это организация, которая и добывает, и это все делает своими силами, без привлечения каких-то сторонних организаций. То есть они на своем опыте могут обкатать наши какие-то новинки, новые технологии. Данный автокран, он работает без полегруза. То есть он не портит наши дороги, и он позволяет экономить деньги, потому что не надо согласовывать передвижение при превышении нагрузок. То есть это экономия. И получается мобильность. Для того, чтобы согласовать это разрешение, необходимо время. А так каждый день можно ехать на новый объект. Новинка МАЯ – великий потенциал, як на внутреннем рынку, так и за мяжой. У приватности, у России. Подписанный контракт на поставку пяти машин в наступном годе. Дмитрий Котов, Сергей Комко, телерадиокомпания «Гомель» Рэшетский район.